Доброе утро, телеканал Югра готовится к детскому телемарафону «Мы все живем в Югре», который выйдет на нашем канале в День народного единства. Подробности мы узнаем от наших коллег, начальника отдела детских программ окружной телерадиокомпании Югра Антона Власова и Юнкора, юного корреспондента детской студии телеканала Югра Стасии Качальской. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Расскажите, вот марафон проходит, пройдет во второй раз. Какова тема, какая была у прошлого марафона? Он тоже был посвящен дружбе народов, но... Он тоже был посвящен дружбе народов, да, которые живут у нас на территории Югры. У нас их больше ста национальностей проживает. Почему мы решили как бы второй год сделать подобную тему? Потому что за один марафон нельзя узнать о культуре, о традициях народов, которые проживают у нас в Югре. То есть мы, и мы вот здесь, во втором марафоне, тоже хотим показать культуру и традиции народов, которые проживают у нас на территории Севера. Это очень интересно, актуально. Но все равно же у каждого марафона своя особенность. Вот это чем будет отличаться? Что вы взяли за основную идею? У нас в этом марафоне будут включения с других городов. Так. Вот Стасия, как юный юнкор, она ездила, и у нее будет включение с другого города. То есть мы вышли из студии, и как бы... То есть не все будет действовать, не все будет в студии происходить? Нет, нет, конечно, не в студии. То есть еще у нас будут юнкоры, которым хочу сказать спасибо. Даже юнкоры, которые не в профессиональных студиях, а в школьных, они тоже вносят какую-то изюминку в наш проект, потому что они свои идеи развивают и присылают нам вот сюжеты, которыми мы наполняем нашу программу. Антон, какие города будут задействованы? Сюжеты пришли с Нефтьюганска, Нижневартовска, Нягань, с поселков, да, Лямина. Вот такое даже с деревни Лямина есть. То есть охват большой? Да, практически весь округ. Стасия, что такое дружба, на твой взгляд? Марафон посвящен, основная тема, это дружба все-таки, дружба между народами. Какому бы возрасту эти народы не принадлежали? Что такое дружба, как ты думаешь? Ну, лично для меня дружба – это много приятных и счастливых моментов, это поддержка и общение. И вообще дружба – это когда ты себя чувствуешь, что ты нужен кому-то, и ты можешь всегда кому-то высказаться или просто, ну, да, обнять. Ну, у тебя есть вот прям настоящие друзья среди ребят других националистей? Нет, к сожалению, нет. То есть, а в классе у тебя много? В классе ребят, которые принадлежат к разным народам? Ну, я, к сожалению, не знаю всех национальностей моего класса, но я знаю, что есть некоторые национальности. Хорошо. А как, вот, Антон, как ты считаешь, все-таки ты в детском телевидении уже давно занимаешься, да? Как ты думаешь, вот в этом возрасте насколько сложно находить общий язык? Мне кажется, вот знакомство происходит в этом возрасте очень просто. Привет, привет, тебя как зовут? Меня Стасия, меня Слава, привет, все, давай дружить, давай. Ну, я скажу немножко по-другому, то есть, я считаю так, как бы, и своих детей я также воспитывать буду, что все равно дети смотрят на нас, взрослых, и берут пример с нас. Копируют поведение. То есть, как бы, если я буду общаться, не разделяясь, там, на цвет кожи, цвет глаз людей, общаться с татарином, с таджиком, ну, с любой национальностью, то ребенок, как бы, это будет впитывать, и он не будет потом разделять, и, как бы, вот это общение и дружба, она будет идти нормально. Ну, вот сегодня и в нашей программе был сюжет о садике, в котором в группу ходят ребята 15 национальностей, и они как раз, вот, дети-то этого не чувствуют, что они разные, потому что детство одинаковое для всех, оно просто должно быть счастливым. Я кажется, если нет бы языкового барьера, то они легко находят общение. Потому что говоришь на одном языке, и найти его как раз-то очень просто. Взяли машинки и начали играть в машинки, все хорошо. Куклы взяли, да, Стася? Скажите, у нас в марафоне будут песни, танцы, можно будет увидеть национальные костюмы? Да, конечно, у нас будут отдельно номера, хантыйский номер будет выступать, ребята с Центра искусств выступят со своим номером. То есть тоже такой создают колорит многонациональный. Это у нас всегда традиция приглашать ребят с какими-то выступлениями, номерами. Хорошо. Кстати, скажи, ты в марафоне, какая на тебе обязанность лежит? Кроме того, что ты вот выезжала в другие города, а что еще ты будешь делать? Ну, я веду включение. Так. Вот, я также ходила в Центр искусств, вот, где там много национальностей. Буду работать как выездной корреспондент, буду работать в студии, меня не будет, но... В этот раз тебя не будет в студии? Нет. А твой коллега, вот тоже молодой человек, он там тоже был на кадрах? Будет. Будет, он остается в студии, а ты в этот раз, получается, выходишь за ее пределы и будешь осваивать пространство, другое пространство. Да, а в каких городах, кстати, ты была? Откуда включение будет? Ну, я была только в поселке Солнечном. Поселок Солнечный, это Сургутский район, если я не ошибаюсь, да? Вот где тебе больше понравилось? Понятно, что Ханты-Массийск, мы любим тот город, в котором мы живем. А ты посмотрела, вот тебе в Солнечном понравилось, что там было интересно? Есть ли там какие-то площадки детские, в которых можно собраться и поиграть? Есть. Или тебе было не до этого? Ну, почему? Мы же ходили, смотрели. Мне вообще понравился этот поселок. Мы были там в школе, в их, ну, в поселке Солнечный, там есть одна школа. Она большая, и мне еще удивило, там есть выставка кукол разных национальностей. И вообще мы походили, и там очень интересно сделано так, поскольку дети изучают английский язык. Там каждый кабинет есть и на русском надпись, а внизу, допустим, табличка на английском, чтобы дети обитали в этой среде. Хочешь, не хочешь, а выучишь ты этот английский. Сейчас говорят, а ты знаешь, что сейчас говорят нововведение, и ЕГЭ придется еще обязательно по-английскому сдавать? Знаю. Знаешь уже, да? Уже готовится. Тебя это не пугает? Да нет. Хорошо, Антон, давай будем приглашать наших зрителей. Во сколько нужно включать телевизор 4-го числа? 4-го ноября на телеканале Югра в День народного единства, 15 часов 15 минут. Кто не успел посмотреть марафон, на сайте телеканала Югра есть страничка, посвященная этому марафону. И буквально через какое-то время марафон окажется там, и вы в любое время можете смотреть его. И да, причем не один раз, а пересматривать. Так что, дорогие друзья, не пропустите на нашем канале 4-го ноября в 15 часов 15 минут выйдет телемарафон «Мы все живем в Югре». А если вы пропустили вдруг по каким-либо причинам, то обязательно можете увидеть его еще раз на сайте нашего телеканала. Большое спасибо, ребят. Хорошего дня, вдохновения. Ну и удачного проведения телемарафона. Спасибо.